Привет, друзья! Если вы думаете о покупке кондоминиума, или таунхауза, или таунхома, или кооператива, это видео поможет вам узнать 5 ошибок, которые покупатели делают при покупке кондоминиумов. Итак, поехали! Первая ошибка. Это основная ошибка, которую я вижу, покупатели делают. Это то, что они не читают документы из Homeowners Association организаций. Basically, вы покупаете кондоминиум, у них есть Homeowners Association, вам дают документы прочитать до того, как вы сделаете final решение, последнее. Эти документы такие, как Bylaws, Rules and Regulations, Financial Statements, CCNRs, так называемые, Covenants, Conditions and Restrictions. Эти документы, которые говорят вам, что можно, что нельзя делать с вашим юнитом. Можно ли его покрасить какой-то цвет, там, не знаю, outside, можно ли добавить комнату, можно ли снести стену. Кто платит за, например, если труба прорвала у вас там на кухне, кто за это платит. Это очень важные документы, которые обязательно вы должны прочитать до того, как вы сделаете последнее решение, ну, final decision, так сказать, последнее решение о покупке. Не надейтесь просто на своего агента. Агент может не знать, агент может просто взять информацию откуда-то. Он может взять информацию с интернета или с того же МЛС, это наша брокерская система. Вы должны сами найти то, что вас интересует, прочитать. Да, это много, это вот такая вот кипа бумаг, но зато вы будете точно знать из первого источника, что можно, что нельзя. Если вы не нашли ту информацию, которую вы ищете, спросите вашего агента, чтобы он вам показал CC&Rs. Если он не знает, позвоните в management company, пускай они вам скажут, можно или нельзя. Если они скажут, что можно, пускай скажут, где это написано. Например, вы хотите поменять полы, да, с карпита на деревянные полы. Многие ассоциации, если вы живете на втором или на третьем этаже, они не разрешают этого делать, просто не разрешают. Поэтому обязательно, только потому, что вы покупаете, кстати, только потому, что вы покупаете юнит, который только что сделали, да, и он полностью remodeled, и в нем есть laminate floors или hardwood floors, деревянные полы, это еще не значит, что это было сделано с разрешения homeowner association. Поэтому обязательно проверяйте такие вещи, хорошо? Это первая ошибка. Вторая ошибка, которую я вижу, это то, что покупатели не читают финансовые стейтменты, которые им дают в эскро, когда происходит оформление. Почему эти стейтменты важны? Потому что, во-первых, они показывают, сколько у вас, сколько ассоциаций есть денег на сегодняшний день. Второе, они показывают бюджет, они в этих документах написано, сколько на что идет, сколько идет на свет, сколько идет на воду, сколько идет на иншуренс, сколько денег уходит на содержание бассейна, сколько денег идет на содержание exterior of the building. По-русски-то я забыл. В общем, вы поймете меня. И это очень важно, потому что если ассоциация, допустим, у них приход, ну, к примеру, там 10 юнитов собирает по 400 долларов, к примеру, да, это 4 тысячи в месяц они собирают, а expenses у них, расходы, например, 4 300, значит, каждый месяц ассоциация теряет 300 долларов, и никакие деньги не идут на резерв. Для чего нужен резерв? Резерв нужен для того, чтобы, если что-то случится, например, потекла крыша, и нужно ее менять, и опять-таки у вас 10 юнитов есть, и крышу стоит поменять, например, 40 тысяч долларов. Получается, что на каждый юнит по 4 тысячи долларов, правильно? Если в ассоциации нет резервов, значит, отгадайте, кто будет платить эти 4 тысячи долларов, это будете выплатить. А через месяц у них полетит какой-нибудь бойлер, там, знаешь, знаете, который нагревает воду, и он тоже его стоит поменять, там, 3 тысячи долларов, да, 3 тысячи долларов делим на 10 юнитов, еще по 300 баксов. А потом, ну, пришло время менять, перекрасить билдинг, а покрасить билдинг тоже стоит 20 тысяч. И вот это вот все накапливается, накапливается, и получается, что, да, вы покупаете свой кондоминиум, вам говорят, что там, Homo Association, например, там, 250 долларов, но каждый месяц вы еще доплачиваете за что-то, то, что вы не должны были платить, как говорится, изначально, окей? Поэтому обязательно посмотрите на финансовые стейтменты, посмотрите, сколько у них есть денег на сегодняшний день, какой приход, какой уход, как я говорю, сколько есть в резерве, да. Если вы не знаете, как сами прочитать эти документы, и ваш агент тоже не разбирается, бывают такие агенты, значит, обратитесь к вашему аккаунту, бухгалтеру, так скажем. Входите к бухгалтеру, заплатите ему за консультацию, там, 200, 300, 100 долларов, сколько он возьмет, и может вообще не возьмет ничего, и скажите, вот я покупаю кондоминиум, вот у меня есть финансовые стейтменты, посмотри, скажи, что происходит, теряем деньги, не теряем деньги, есть резерв, нет резерва, эта информация вам поможет, хорошо? Потому что будет плохо, если вы купите кондоминиум, и потом будете еще докладывать, 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 это никому не надо. Третья ошибка, которую я вижу, покупатели делают, я не думаю, что это их не фолд, это агент должен подсказать, экспириенсный агент, это то, что покупатели не стучатся к своим соседям, когда в процессе покупки. Я всегда советую своим покупателям пойти и постучаться к соседям справа, слева, еще там, если никого нету дома, напротив, и просто сказать, что привет, меня зовут Тата Тата, я покупаю этот кондоминиум, буду вашим соседом, что бы вы мне могли сказать про как у вас вообще, как он тут живется, есть ли у вас какие-то проблемы, и вы очень много узнаете. Вы узнаете больше, чем вы узнаете от агентов, или от продавцов, или от инспектора, который вам будет делать инспекшн, или от той же менеджмент компании. Соседи вам расскажут всю подноготную, что происходит в этом комплексе. Они вам скажут, кто с кем ругается, у кого вскрыли машину, когда... В общем, расскажут, были ли какие-то ассессменты. Ассессменты – это когда не хватает денег, и собирают экстра деньги на те же починки, которые я вам говорил в предыдущих... ну, до этого. Вот, поэтому обязательно поговорите, много интересной информации узнаете. Есть ли там какие-то войны между директором, то, что в каждой ассоциации есть директор, не директор, а президент, вице-президент, трежерер. Всегда бывают какие-то... как это называется... придворные такие войны. Поэтому обязательно поговорите с соседями, узнайте много интересного. И я считаю, что это просто a must. То есть это вы должны сделать. Это для вас надо. Агент ваш там жить не будет. Вы будете там жить. И, кстати, вы узнаете, кто ваш соседей. Может, ваши соседи какие-то наркоманы или, не знаю, кто-нибудь там... Какие-то там неофашисты и еще что-то. Кто знает, обязательно поговорите с соседями. Кстати, еще один тип. Когда вы будете говорить с соседями, узнаете, где живет президент или вице-президент, или кто-нибудь, кто находится в борту директоров. Узнайте, где они живут и пойдите к ним тоже постучите. Потому что вы когда постучите к президенту, и если он дома откроет дверь, вы узнаете еще больше о том, что... Короче, о том, что вам нужно знать. Окей? Вы меня поняли. Четвертая ошибка. Это не понимание rental restrictions. Rental restrictions – это по-русски будет... Как же это будет по-русски? Короче, можно или нельзя сдавать ваш юнит в аренду. Вот так скажем, по-русски. Очень важно. Потому что если вы рассчитываете купить кондоминиум для того, чтобы сдавать его в аренду, проверьте, можно ли его сдавать. Потому что есть очень много restrictions. Restrictions – это как запреты, так скажем. Они бывают двух видов. Первый вид – это как долго вы можете сдавать свой юнит. В Лос-Анджелесе большинство ассоциаций имеют такой закон, что меньше, чем на 30 дней вы не имеете права сдавать. То есть ваши рентовщики должны жить там минимум 30 дней. Многие есть и по полгода, и год, и так далее. Поэтому обязательно проверьте, потому что если вы рассчитываете его покупать, чтобы сдавать на Airbnb или там другие, других сервисов, то обязательно проверьте это. Окей? Это первый restriction. Второй restriction, который есть, это можете ли вообще сдавать. Потому что, опять-таки, во многих ассоциациях есть лимит, сколько юнитов можно сдавать. Даю вам пример. Комплекс состоит там 60 юнитов. И в документах ваших Rules и Regulations написано, что нельзя сдавать больше, чем 10% от общего количества юнитов. Поэтому 60 умножаем на 10% это 6 юнитов. То есть это говорит о том, что только 6 юнитов можно сдавать в рент. Если вы покупаете, опять-таки, income property и думаете его сдавать в рент, проверьте, нет ли у них restrictions. И второе, если есть restrictions, какая у них waiting line. То есть, ну, список-то как, список ожиданий. Трудно, по-русски трудно говорить, извините. Короче, waiting list. И вы должны будете себе записать. Если там уже стоят 20 юнитов, то у вас может занять там 10-5 лет, пока ваша очередь дойдет. Потому что пока те, кто сдают в рент, не продадут свои юниты или не снимут их с этого листа, допустим, они захотели сами въехать, вы не сможете сдать свой юнит в рент. Почему это так сделано? Потому что, когда люди делают перефинансирование или когда продают, банки смотрят на количество owner occupied versus количество renters. И если там большое количество renters, они могут не давать loan. Поэтому это сделано для того, чтобы было легко получить финансирование при покупке или при финансировании. Обязательно проверьте, есть ли restrictions, есть ли есть, какая waiting line и на каком месте вы будете, если вы даже станете. И спросите, как часто они вообще обновляются. Пятая, последняя ошибка, которую я в этом видео... Их очень много вообще, но в данном видео будет всего 5. Пятая ошибка, которую я вижу, покупатели делают, это то, что они не проверяют, что входит в homeowner's association dues. В те fee, которые вы платите каждый месяц, да, там за общие эреи. Даю пример. Есть два кондоминиума. В одном homeowner's dues, допустим, 350 долларов, а в другом homeowner's dues, например, 500 долларов. Вам кажется, что тот, который 350, он гораздо выгоднее для вас, потому что зачем переплачивать 150 долларов. Но если вы проверите, что входит в одном и во втором, вы можете увидеть, что в этом, как за 350, например, входит только, допустим, insurance и exterior of the building покрывается. А в том, что за 500 еще входит горячая вода, электричество. Электричество редко, обычно горячая вода входит. Earthquake insurance, это insurance против землетрясения. И, например, входит еще cable. Да, допустим, там cable, HBO канала, какие-нибудь Cinemax. Сразу как-то, понимаете, сразу этот юнит, который вы платите 150 долларов экстра, выглядит гораздо лучше, чем тот, который вы покупаете, где 350 долларов. Поэтому обязательно проверяйте, что входит, чтобы потом у вас не было никаких сюрпризов, потому что, опять-таки, при покупке вам могут сказать, о, это входит, допустим, там вода входит, электричество входит в H.O.A., trash входит в H.O.A., это входит, а потом, когда вы въезжаете, оказывается, что это все не входит. Кстати, это все входит в ошибку номер 2. Помните, я вам сказал, что обязательно прочитайте финансовые стейтменты вашего H.O.A. Все, спасибо вам за внимание. Если вам это видео понравилось, дайте мне лайк, подписывайтесь. Я постараюсь выпускать видео именно в сфере риал-стейта. Постараюсь каждую неделю выпускать. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, дайте мне, напишите мне в comments. И если у вас есть какие-то идеи, о чем бы вы хотели узнать, пожалуйста, тоже напишите мне. Я обязательно сниму на этот сабчик, который вы просите, я обязательно сниму для вас видео и отвечу вам в своих будущих видео. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.